Здравствуйте! Это Конспирито, онлайн-лекторий про классическую музыку с концертами. Мы находимся в здании Петербургской Эстонской церкви Яникирик. Сегодня мы будем слушать и обсуждать гобойный концерт Томмазо Альбинони, который сыграет артист госоркестра имени Евгения Светланова Михаил Чикрыгин. Томмазо Джованни Альбинони – одно из самых таинственных и притягательных имен итальянского барокко. Благодаря мистификации, приписанной Альбинони, его имя знакомо огромному количеству людей. Но в то же время хоть сколько-то подробно об этом композиторе большинство слушателей ничего не знают. В свое время он был прославлен как оперный мастер, в то время как для сегодняшнего любителя музыки Альбинони в первую очередь автор инструментальных сочинений. Туман, окутывающий личность Альбинони, тем поразительнее, что этот композитор жил в эпоху, о которой нам довольно много известно. Например, жизнь и деятельность Антонио Вивальди, почти ровесника и коллеги Альбинони, гораздо более подробно задокументирована и дошла до нас в больших деталях. Альбинони же остается неуловимой, немного противоречивой фигурой, о которой у нас больше догадок и мифов, чем правды. Томасо Джованни Альбинони родился в Венецианской республике в 1671 году. Он на семь лет старше, чем Антонио Вивальди. В отличие от Вивальди, Альбинони был сыном состоятельной семьи. Его отец был купцом, торговавшим бумагой. В юном возрасте Альбинони был отмечен как прекрасный певец и также, что даже более важно, занимался игрой на скрипке. Он, однако, не вступил в гильдию цех профессиональных музыкантов, в результате чего был лишен возможности выступать публично. Считается, что именно по этой причине Альбинони занялся композицией. Первая его опера «Зенобия» 1694 года вышла в один год с его первым сборником инструментальных работ. Это были 12 трио-сонат – камерный жанр, излюбленный авторами эпохи барокко, который можно найти у решительно любого композитора тех лет. Когда первая опера и первый инструментальный сборник Альбинони появились, автору их было 23 года. Вплоть до смерти своего отца, которое последовало в 1709 году, Томазо Альбинони занимался музыкой скорее для удовольствия, нежели для того, чтобы заработать себе на хлеб. О себе он говорил как о «дилетанте венето» – венецианском дилетанте, а точнее даже музыканте-любителе, занимающимся музыкой для наслаждения. Итальянское слово «дилетто» означает именно наслаждение или удовольствие. Это может показаться странным носителю русского, ведь «дилетант» для нас слово, окрашенное, несомненно, негативно. Это полупрофессиональный человек. В Италии же 18 века это слово вовсе не имело такого значения. Акцент тут делался на том, что композитор занимается искусством, а не ремеслом, творит не ради заработка. Мы не знаем, как отец Альбинони, состоятельный купец, относился к увлечению сына музыкой, но можем предполагать, что музыкальные занятия Альбинони находили поддержку в его семье. Дело в том, что по условиям отцовского завещания, Томазо, являвшийся старшим сыном в семье, был освобожден от необходимости перенимать на себя заботы по отцовскому предприятию после его смерти. Эта обязанность перенаправлялась двум его младшим братьям. Мы не знаем точных причин этого решения, однако наверняка оно было принято не с тем, чтобы лишить Альбинони наследства. Напротив, оно позволило ему продолжить карьеру профессионального музыканта и посвятить свою жизнь музыке. Альбинони оказался очень плодовитым композитором за полувековой творческий путь, написав одних опер около 80 штук. Также, по некоторым данным, в какой-то момент он открыл собственную вокальную школу. Большую часть жизни он прожил в Венеции. В 1705 году, когда Альбинони было 34 года, он женился на оперной певице Маргарите Раймонди. Для итальянского потребителя музыки Альбинони был именно театральным оперным композитором. Причем, по всей видимости, довольно успешным, потому что некоторые оперы Альбинони вышли за пределы родной Италии и проделали путь на север, звуча, например, в Германии. Мы знаем, что в 1722 году 50-летний Альбинони направился в Мюнхен по приглашению баварского Курфорста Максимилиана II, где композитор должен был руководить исполнениями собственной музыки, которая звучала на свадебных торжествах. Сын Курфорста, будущий император Священной Римской империи Карл VII, женился на Марии Амалии Австрийской. В то же время для северного потребителя музыки не аристократа и клирика, которые являлись главной целевой аудиторией композитора барокко, а для состоятельного буржуа, сословия все более заметного в европейском обществе, Альбинони, как и для нас с вами, являлся в первую очередь автором инструментальной музыки. Так происходило потому, что именно она выходила в печати. Инструментальную музыку можно было сыграть дома в качестве украшения досуга, а для немецких, нидерландских, британских и даже скандинавских представителей третьего сословия далекая, теплая, экзотическая Италия была такой заманчивой, что эти издания очень хорошо продавались. Так постепенно начал складываться рынок музыкальных произведений. Амстердамское издательство Этьена Роже, о котором мы поминали уже на одной из наших лекций, стало невероятно успешным предприятием благодаря новой технологии печатания нот. Так Альбинони стал мастером именно инструментальной музыки для потомков, в то время как львиная доля его музыкально-театральной музыки просто не дошли до наших дней. Судя по посвящениям его работ, Альбинони располагал хорошими связями с европейской аристократией. Однако в целом Альбинони можно считать интереснейшим и редким прецедентом композитора в разгар барочной эры, жившего по правилам XIX века, то есть жизнью музыканта, работающего благодаря рынку музыкальных произведений, а не по прямому заказу патрона или музыкальной организации. Пока что этот рынок работал совершенно не так, как мы представляем себе сегодня. В первую очередь потому, что композитор очень мало контролировал жизнь своих произведений после того, как они вышли в печати. Их допечатки, публикация в других издательствах и вообще географические траектории были причудливы, непредсказуемы и никак не регулировались. Наоборот, оперная продукция более масштабная, громоздкая, дорогая и завязанная на дирекцию театра, часто заказанная театром напрямую, была более регламентирована и контролируема. Именно по этой причине многие композиторы в начале XVIII века относились с настороженностью к сотрудничеству с издательствами, предпочитая работать напрямую на заказ по старинке. Девять сборников инструментальных работ Альбинони вышли в печати в Италии, Амстердаме и Лондоне. Они имели колоссальный успех и то и дело переиздавались. Это и есть те девять десятков сонат и около 60 концертов Альбинони, которыми дорожим мы сегодня. Пересказывают иногда слова самого Альбинони, хваставшегося, что он никогда не тратит на оперу более месяца, и сочинил их якобы две сотни штук. Явное преувеличение, но само по себе очень примечательное. Вероятно, на инструментальную музыку у него уходило еще меньше усилий и времени. Издатели, продававшие сборники его инструментальных работ и состоятельные семьи, покупавшие их, не требовали шедевра. Сама концепция шедевра – сочинение на все времена, более позднее изобретение, придуманное в XIX веке. Альбинони же был идеальным изготовителем музыки для рынка. Его сочинения благозвучны, достаточно предсказуемы по форме, несложны и поразительно изящны. В то же время середина XVIII столетия, которую успел застать Альбинони в старости, стала временем кардинальной и довольно быстрой перемены музыкальной эстетики. На смену прихотливому барокко пришла лаконичная, элегантная эпоха классицизма. Как и Вивальди, Альбинони умер в сравнительной безвестности. В частности, нам ничего не известно о последних десяти годах его жизни. Мы знаем, что он скончался от диабета в своей родной Венеции, прожив довольно длинную по тем временам жизнь. В 1751 году, когда Альбинони не стало, ему было 70 лет. Умирая, Альбинони, конечно, не подозревал, что через 300 лет он станет героем одной из самых прославленных мистификаций в истории музыки для сотен миллионов потомков, оказавшись автором музыки, к которой он на самом деле имел очень опосредованное отношение. Наверняка вы слышали эту музыку. Она тысячи раз появлялась в различном кино, звучала на бесчисленном количестве официальных траурных церемоний, постоянно входит в подборки шлягеров классической музыки, а для русского слушателя знакома, например, по гениальному мультфильму Гарри Бардина. Ее автор – итальянский музыковед, историк музыки и композитор Ремо Джазотто, крупнейший исследователь музыки Альбинони, его биограф и составитель систематического каталога его работы. В 1958 году Джазотто опубликовал работу под названием «Адажио соль минор», которое он по его словам переписал из рукописи Альбинони, полученной им из Саксонской государственной библиотеки. После бомбардировки Дрездена союзными военно-воздушными силами Британии и США большая часть зданий в городе, как известно, была разрушена. Не исключением стала и знаменитая Дрезденская библиотека. Погибла и большая часть немецкого архива Альбинони, хранившаяся там. По словам Джазотто, он сделал нечто вроде аранжировки и реконструкции ни то незавершенного, ни то утраченного сочинения Альбинони, представлявшего собой медленную часть одной из триосонат, от которого сохранилось следующее. Это буквально несколько тактов басовой линии, а также два двухтактовых фрагмента скрипичной партии – печатной и рукописной. История эта темная. Позже, например, Джазотто утверждал, что Адажо полностью принадлежит ему. По мнению ассистента Джазотто, тот опирался на действительно существовавший более ранний фрагмент. И фотокопия рукописи со штампом Дрезденской библиотеки в углу якобы действительно существовала. Так или иначе, целиком или на 90% это работа плод 20-го столетия. Ее немного сентиментальный драматизм и эффектное сочетание массивности и надрыва принадлежат 20-му веку – веку кино и глобальных катастроф, а не вычурной нарядной эпохи барокко. Альбинони обожал гобой. Его руке принадлежат самые чудесные барочные концерты для этого инструмента, составляющие костяк старинного репертуара любого гобоиста мира. Для Италии этот инструмент был сравнительным новшеством. Мы знаем Италию как мировую столицу исполнительства на струнных инструментах. Самые блистательные мастера, непревзойденные по сей день, и великие виртуозы скрипичной игры были именно итальянцами. Странами, где любили и умели играть на духовых инструментах, были скорее Франция и Германия. Такого разнообразия в использовании, например, гобоя, какое мы видим в музыке Иоганна Себастьяна Баха, кстати, хорошо знакомого с музыкой Альбинони, в Италии мы все-таки не наблюдаем. Известна едкая ремарка итальянского композитора Бенедетто Марчелло, почти ровесника Альбинони. В своем трактате «Театро а ла мода», то есть модный театр, высмеивавшего в том числе оперные работы Антонио Вивальди, Марчелло пишет, что духовые инструменты, флейты, фаготы, гобои и трубы, мол, вечно завышают интонацию и вообще страшно фальшивят. Трактат Марчелло относится к 1720 году, то есть он на пару лет старше, чем наш сегодняшний концерт. В одной автобиографии пересказывается похожая реплика великого Алессандро Скарлатти, еще одного гениального итальянца, гиганта неаполитанской оперы, также работавшего в Риме. Якобы он говорил своему ученику, тоже, кстати, знаменитому композитору, Иоганну Адольфу Хассе, что не выносят звука духовых инструментов, дескать, они всегда играют фальшиво. Интересно, что человек, написавший эту автобиографию, как раз был исполнителем на духовых. Это Иоганн Йохим Кванц, великий флейтист, оставивший нам большое количество репертуара, использующегося флейтистами до сих пор. В той же самой книге, однако, Кванц подтверждает, что в Италии действительно существовали проблемы с настройкой духовых и то самое завышение интонации, на которое досадует Марчелло, связанные с тем, что духовые использовались в Италии реже, и из-за этого недостаточно развиты были ни исполнительская культура, ни вкус. Действительно, интенсивное, определяющее развитие духовые инструменты получили, начиная с середины XVII столетия во Франции. Тем же, чем были итальянские семьи Амати и Гварнери для истории струнных инструментов, стали для истории духовых французские семьи Оттетер и Фелидор. Однако, придя из Франции к началу XVIII века, то есть к молодости Альбинони, поперечная или Траверс Флейта, а также Гобой и Фагот повсеместно распространились на территории Италии. Среди итальянских исполнителей на духовых были свои знаменитости, и особенно полюбился итальянцем Гобой инструмент с небесным звучанием, так близким сакральному в Италии идеальному вокальному тембру. Кроме Альбинони, Гобой любили другие итальянские композиторы барокко. В начале XVIII века появляются сольные концерты для этого инструмента, жанр, прежде считавшийся прерогативой струнных. Концерт, который мы обсуждаем сегодня, появился в печати в 1722 году. Это был Альбинониевский оп. 9, сборник из 12 концертов. Он трехчастный, быстро, медленно, быстро, как часто бывает в этом жанре. Концерт начинается обширным оркестровым вступлением. Обратите внимание на как бы горцующие, острые, функтирные ритмы, придающие этой музыке очарование и танцевальность. Альбинониевский оп. 9, сборник из 12 концертов. Концерт вступает с той же самой темой. Барочный концерт вообще часто строился по принципу чередования общих и сольных реплик. Принцип, пришедший из народной музыки, часто основывавшийся на состязательной игре. Не пропустите красивый разработчикный эпизод, где солист как бы переговаривается с оркестром. Пружинящий пунктирный ритм – главная приманка этой части. Обратите внимание на то, какой азарт и драйв он создает. Конечно, главная жемчужина этого концерта – восхитительная вторая часть. Ее главное очарование в сочетании равномерного хода баса и плеска 16-х нот Слетящий над ними вне всякого времени партии солиста. Давайте теперь услышим, как два эти полюса накладываются друг на друга. Регулярность, как у механизма, и органическая гибкость. Регулярность, как у механизма, и органическая гибкость. Из-за того, что вся прелесть этой части в полемике между равномерностью и свободой, регулярностью и текучестью, мы находим это сочетание буквально везде. Посмотрите, как здесь рисунок гобойной партии расположен так, чтобы как бы выплескиваться за пределы симметричных тактов аккомпанемента. КОНЕЦ Финал концерта построен на имитациях. Так называется эффект мерцания одного мотива в разных голосах. Давайте услышим небольшой мотивный жест, который открывает финал нашего концерта. А теперь последим за тем, как он перебрасывается между разными голосами. Этот эффект мерцания мы находим и дальше. Например, вот это место, где скрипки обмениваются нисходящими пассажами, может напомнить вам хорошо известную музыку Антонио Вивальди. Солист, вступая, становится частью этого обмена имитациями. Вторая заметная тема в этом финале более лирическая. Ее контраст с основной начальной темой как будто предвосхищает сопоставление главной и побочной партии, которая появится в сонатной форме лет через 60 после этого концерта. Как многие финалы инструментальных концертов эпохи барокко, эта музыка – своеобразная перпетуум мобили, стремительный моторный бег. Завершения таких частей не дают нам ощущения достигнутой цели. У барочного движения как бы нет пункта назначения, и конец части скорее словно пресекает этот бег. КОНЕЦ КОНЕЦ Напомню, это был ре минорный гобойный концерт Томазо Альбинони, полное исполнение которого не забудьте посмотреть на нашем канале. У нас в Конспирито еще много чудесной музыки для вас, поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь и пока!